Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Республики Андрей Назаров поручил Министерству образования активно укреплять учебно-производственную базу рабочих специальностей. Это работа не просто на проведение крупнейшего мероприятия в республике. Нет, это основа нашего кадрового фундамента под развитие региона. Понимаете, вот что важно. И это не просто задача условная, достичь какого-то формального результата. Нет, это просто наши ребята, которые должны получать компетенции и по этим направлениям, по сути, быть готовыми приходить и работать. Напомню, всего в республике насчитывается 96 профессиональных образовательных организаций. И система среднего профессионального образования Башкортостана является одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе. Депутаты Госсобрания Башкортостана на весенней сессии примут не менее 50 новых законов. Об этом сегодня заявил председатель башкирского парламента Константин Толкачев. Основная часть законопроектов связана с корректировкой действующих нормативных актов. Планируется внести изменения в Кодекс Республики об административных правонарушениях, о выборах, законы о государственных наградах и почетных званиях, о местном самоуправлении, об обращениях граждан, о развитии малого и среднего предпринимательства и ряд других. Те законы, которые мы принимали, мы активно реагировали на меняющую ситуацию для того, чтобы вовремя оказать поддержку малому, среднему бизнесу, предпринимателям, самозанятым категориям населения. Далее тем людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, пенсионерам, многодетным семьям и так далее, и так далее, в повестке будут находиться в рамках этой сессии. Депутаты госсобрания также подключились к решению двух актуальных на сегодняшний день проблем. Рост платежей за отопление и реконструкции развязки на пересечении проспекта Салават-Юлаева и улицы Закивы-Леди, которая привела к затруднениям в движении транспорта. Константин Толкачев подчеркнул, в прошлом году ситуацию с повышением платы за тепло удалось разрешить благодаря содействию госсобрания. Почти 5 миллиардов рублей получили льготники республики за 11 лет на компенсацию коммунальных платежей. Об этом сообщила заместитель премьер-министра правительства Ленара Иванова на заседании президиума. С момента введения субсидии, то есть с 2009 года, ежемесячную денежную выплату получили 648 тысяч жителей Башкортостана. Она полагается ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, а также ветеранам труда, труженикам тыла и многодетным семьям. При наличии же задолженности за коммуналку субсидия не выплачивается. По этой причине на сегодняшний день 8,5 тысяч льготников не получают выплаты ЕДК. ЕДК представляется на основании сведений, полученных от организаций, осуществляющих начисление платы за жировое помещение коммунальных условий. О фактических расходах платы за ЖПО за июль 2020 года, в октябре, за августе и далее ежемесячно за каждый последующий месяц соответственно владеем и установленным стандартам для этой категории. Так, размер ЕДК индивидуальный для каждого опреждения зависит от ряда условий. Это само до сих пор, от состава с ним. Ежемесячная денежная компенсация – это возмещение части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. По словам Ленары Ивановой, в дальнейшем для расчета размера ЕДК будет учитываться сумма начислений за ЖКХ и их обязательная оплата до 10 числа каждого месяца. Пенсионные деньги уберегут от рисков. В силу вступили новые требования к инвестированию пенсионных резервов. Теперь возможности негосударственных пенсионных фондов заключать сделки с дополнительным уровнем риска ограничены. Единый лимит на такие вложения к 1 января 2025 года составит 7%. Также введен отдельный 5-процентный лимит на инвестиции в ипотечные ценные бумаги. Кроме того, ужесточены требования к вложениям в бессрочные облигации. В Башкортостане объем пенсионных накоплений, размещенных в негосударственных пенсионных фондах, составляет порядка 83 миллиардов рублей. По этому показателю республика занимает пятое место в стране и первое в Приволжском федеральном округе. Новые правила размещения пенсионных резервов приближены к правилам инвестирования пенсионных накоплений. Они помогут повысить защиту прав клиентов негосударственных пенсионных фондов и ограничить риски вложений в фондов. Эти инновации будут вступать в силу поэтапно, чтобы НПФ могли подготовиться к ним, в том числе с учетом последствий пандемии, и не распродавали уже имеющиеся активы по сниженным ценам. Объем пенсионных резервов, размещенных в НПФ по республике, достигает 24 миллиардов рублей. А число граждан, которые добровольно заключили договор пенсионного обеспечения, превышает 78 тысяч человек. В Ашкортостане объем средств на счетах «Искро» участников долевого строительства в начале декабря 2020 года достиг почти 11 миллиардов рублей. Рост за месяц составил 11%. Количество счетов «Искро» в регионе выросло почти до 5 тысяч. Республика показала темп прироста втрое выше среднего показателя по России. При этом 620 счетов уже раскрыты. То есть строительные организации Башкортостана получили от участников долевого строительства почти 1,5 миллиард рублей. На начало декабря в регионе было зарегистрировано 48 кредитных договоров между застройщиками и банками. Общий лимит по ним достиг почти 26 миллиардов рублей. Дальнейшему притоку средств на счета «Искро» будет способствовать продлению до 1 июля текущего года программы льготной ипотеки под 6,5%. Эта мера позволит сохранить покупательский спрос со стороны населения и поддержать объемы жилищного строительства в регионе. В целом по России на 1 декабря прошлого года насчитывалось 275 тысяч счетов «Искроу». Сумма размещенных средств за месяц увеличилась на 11% и превысила 1 триллион рублей. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!